Нечем заняться дома вечером? Соберите всей семьей бумажную скульптуру. Мы несколько раз участвовали в благотворительных мероприятиях Белорусского детского хосписа и раздавали свои подарки, скульптуры в качестве подарков. И видели очень такую радость в глазах детей и неподдельный интерес взрослых. И мы поняли, что эти скульптуры нужно реализовать в каком-то готовом решении. Мне пришлось придумать полностью с нуля технологию, что получилось. Очень прекрасные наборы. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Нас зовут Алексей Анастасия. Мы предлагаем новый вид досуга. Это бумажные скульптуры. Сама идея полигональных моделей не нова. Но раньше для изготовления их требовалось наличие резака, ножниц, линейки, скотча. Сейчас нужна только бумага. Только бумага и клей. Да, мы придумали решение, которое избавило от всех этих инструментов. Наборы представляют собой полностью подготовленные детали из дизайнерской плотной бумаги, которые любой желающий сможет собрать при помощи клея по номерам сложив и получив бумажную скульптуру у себя дома. Не является ли это аналогом какой-то западной игрушки? Аналоги есть подобные, но детали у них все вперемешку. У нас все как бы по полочкам разложено. Линии в наших наборах, они продавлены. Это полностью наше налоги. Вот четко по номерам, детали сгибаются, и если вы все правильно сделали, получаются вот такие изделия. Сколько стоит набор? На сегодняшний день розничная средняя цена набора составляет 30 рублей. При этом доля прибыли в розничной цене порядка 60%. В ближайшее время мы планируем снижение себестоимости еще как минимум на 20% за счет оптимизации производства. Ну и вот за последний месяц на выставках и ярмарках около 70 наборов мы продали в розницу. А можно хоть что-то попробовать сделать? Конечно. Можно, конечно. А кого мы сейчас будем делать? Лошадь, по-моему. Лошадь и единорог. Отлично. Отличная альтернатива гаджетам. Потому что дети чем занимаются? Они сидят, свободное время, руки им же надо занять. Здесь это некая мысль, надо подумать и как-то креативить. С этой точки зрения отличный продукт. На самом деле я вижу в нем большой потенциал. И мне нравится бизнес, который имеет своим продуктом что-то оригинальное, ведущее к творчеству. И это не зависит от возраста. У нас дети пробовали собирать самые простые изделия с 7 лет. Но наши наборы ориентируются больше 12+. В связи с тем, что этим пользуются дети, здесь нужны какие-то специальные разрешения? Я уж не знаю, гигиенические сертификаты? Если эти наборы позиционируются как 14+, то сертификаты не нужны. Но если переходить в более детский сегмент, то возможно там понадобится сертификация. Комментирую. Дополнительно. Кисточка нужна. Клей. Почему клея нет в наборе, кстати? Потому что для сборки набора требуется любой бумажный клей. Это может быть и ПВА, и Момент. Зачем мне идти покупать еще клей? Могу я купить все сразу и просто сесть и собирать уже. С Денисом где-то солидарен. Все-таки тот клей, который вы подобрали, все-таки это правильнее, нежели начинать экспериментировать самому. И плюс дополнительная продажа клея, вы понимаете, вы будете в комплекте продавать клея уже со своей добавленной стоимостью. То есть его лучше сюда. Я захожу в магазин, выбор огромный, в том числе и это, вот в такой коробочке лежит. Я смотрю, ребенок, и я отреагирую на лего или там на что-то похожее. Конечно, ведь вы видите не вот это, вы видите вот такую коробку. Да, ну вот что нужно сделать, чтобы эта коробка превратилась во что-то привлекательное? Ее нужно менять. Я согласен с Виктором, что на прилавках детского мира это должно быть выглядеть по-другому. Например, сейчас картины, да, где по номерам наносишь краску, да, и вот у вас начинаешь листать весь каталог, и у тебя, получается, можешь выбрать то, что надо. Если у вас будет яркая упаковка, и они сложены столбиком, каждый ребенок может подобрать, что он хочет, в общем-то, сделать, собрать. Скажите, а какую помощь вы хотите получить от менторов? Инвестиции в оборудование, а также инвестиции в разработку сайта и каталогов. Стоимость инвестиций? Ну, печатный плоттер стоит в районе трех тысяч долларов. Оно, во-первых, ускорит процесс производства, во-вторых, снизит себестоимость. Кроме покупки плоттера, да, что еще требуется? Ну, взяли, не знаю, кредит, ну, есть же у вас какое-то собственное семейное имущество. Для нас самой большой сложностью является именно продумать стратегию, как правильно продавать товар, потому что мы больше производителей, и понимаем, что если мы будем сами идти своим путем, мы, конечно, когда-то к чему-то придем, но... Но с профессионалами действительно стратегию продумывать лучше, если ее нет. Есть хороший продукт, стратегии нет. Каналы продвижения тут, это основа. То есть основная инвестиция должна идти именно в каналы продвижения. Кроме нескольких выставок, что мы еще слышали? Где это продавать? На сегодняшний день, вот, на выставках мы, конечно, ориентировались на аудиторию частных клиентов. Я хочу сказать, очень легко в применении. Мне, вот, прям я увлеклась, так мне понравилось очень. Ну что ж, первые покупатели в нашей студии у вас уже нашлись. А вот заберет ли вас ментор себе как бизнес, мы узнаем через несколько секунд. К сожалению, я говорю нет, потому что вряд ли смогу чем-то помочь. К сожалению, я тоже говорю нет. Как банк говорю да, как ментор говорю нет. Я говорю да. Итак, Белгазпромбанк решился работать с вот этим уникальным семейным бизнесом. Олег, что скажете вы? Как ментор нет, но как покупатель буду покупать. Это тоже ценно. Пожалуйста, Антон. Мой ответ нет. Итак, Татьяна Авраменко, член правления Белгазпромбанка. Теперь ментор семейной студии по выпуску бумажных скульптур Паперрас. Мы вас поздравляем. Полностью готовы отдаться в руки ментора, выполнять все поручения, но при этом, конечно, у нас есть и свое видение. И очень интересно, как оно совпадет или не совпадет с наставлением ментора. Сейчас мы еще с большим энтузиазмом будем это делать. Мы готовы работать, работать.